В ядваре 1924 года в центре станицы Баталпашинской, так назывался тогда Черкесск, был воздвигнут первый во всей стране, как утверждают краеведы Карачаева Черкесской Республики, памятник Владимиру Ильичу Ленину. Работникам облсовпрофа было поручено собрать лучших столяров у плотников станицы. Собралось около 40 человек. Сконструировал памятник заведующий столярной мастерской Егор Ларионов. Он руководил возведением памятника. Гвозди и скобы изготовил машинист электростанция. Ее работники во главе со своим начальником установили столбы и провели электроэнергию к площади, обеспечили освещение к месту работ. До этого площадь не освещалась. Работа была организована поточным методам. Одни готовили детали памятника, другие шлифовали, третьи собирали конструкцию, затем устанавливали. 12-метровый деревянный обелиск в виде многоступенчатой ажурной конструкции. Почти метровая звезда, увенчавшая обелиск, ярко освещалась. Ниже звезды эмблема в виде серпа и молота. В центре написано «Ленин». Так в Карачаево-Черкесии была увековечена память Владимиру Ильичу. Затем, еще до войны, деревянная пирамида была заменена на скульптуру, которая была установлена у главного входа в Дом Советов. Автором этого памятника являлся скульптор-ленинградец Козлов. В августе 1942-го Черкесск был оккупирован фашистами. Памятник Ленину был сбит с постамента еще в первый день нового порядка. Уже в 50-е годы произошла реконструкция центральной части города. А на площади в 1957 году был установлен памятник Ленину скульптора Макарова, который в 1968 году был перенесен. 30 апреля 1969 года на площади был установлен новый, ныне стоящий памятник Ленину. Авторами памятника являются скульптор Веленский, архитектор Веленская и Зайцев. Бронзовая пятиметровая фигура установлена на высоком постаменте и площадке, изготовленных из полированного гранита, добытого в горах Карачаева-Черкесии. Спустя 91 год после смерти Ильича в 2015 году на главной площади Черкеска был впервые отреставрирован этот памятник. Новейшая история отношения к коммунистическому лидеру неоднозначно. И тем не менее, для многих россиян, в том числе жителей Карачаева-Черкесии, он в первую очередь символ Великой Эпохи.